Говорит Черкесск В студии с новостным блоком Рита Нерова. Здравствуйте. Вот некоторые темы выпуска. Более 80 новых социально значимых объектов в республике обеспечат электроэнергией. В свои двери распахнули 4 загородных лагеря Адель, Гранды, Виктория, Селена и Жемчужина Кавказа. С 15 по 18 июня в Черкесске пройдет выставка изделий народных художественных промыслов Адыгеи, посвященной столетию республики. И 9 июня в республиканской столице состоится благоцелительный марафон в поддержку детей с англическими заболеваниями «Забег ради жизни». Уровень расчетов за потребленную электроэнергию в Карачаево-Чекесе за 4 месяца текущего года составил 95%. Об этом заявил премьер-министр республики Мурат Аргунов на заседании межведомственной рабочей группы по топливно-энергетическому комплексу региона. Данный показатель на 5,8% выше показателя аналогичного периода прошлого года. За истекшие месяцы уровень расчетов за потребленный газ по всем категориям потребителей составил 85%. Перед главами администрации городских округов и муниципальных районов, а также руководителями предприятий ЖКХ поставлена задача обеспечить 100% оплату текущего потребления энергоресурсов. Впоследствии непогоды ликвидировали в двух поселениях Карачаево-Чекесе, где из-за сильных ливней подтопило дома и прилегающие к ним участки. В частности, в результате сильных осадков в селе Учхикен Малакарачаевского района и в поселке Арджонегидзовском Карачаевского городского округа произошло подтопление дождевым стоком 50 передворовых участков. Из них в 19 домовладений зашла вода. Коммунальные службы уже провели откачку воды из подтопленных домов. Кроме того, в Малакарачаевском районе на автодороге Пятигорск-Карачаевск сошел селевой поток, частично перекрыв движение. За несколько часов дорожные службы расчистили трассу, движение автомобиля было оперативно восстановлено. Итоги онлайн-голосования за общественные пространства, которые благоустроят в 2023 году в рамках партийного проекта «Городская среда» и программы формирования комфортно-городской среды обсудили на площадке оригинального отделения партии «Единая Россия». В Черкесске в голосовании лидером стал проект по благоустройству «Каскадные лестницы», ведущий в парк культуры и отдыха «Зеленый остров», в Усть-Жигуте аллея по улице Первомайской. Жители Карачаевска выбрали проект аллеи по улице Мира, а в Медногорском поддержали проект благоустройства парка. Заместитель секретаря оригинального отделения партии, депутат парламента Карачаева-Чикесии Алексей Ганшин в ходе обсуждения подчеркнул, что одним из важных условий является участие жителей, тех, кто непосредственно и будет в дальнейшем пользоваться этими территориями. Цель основная все-таки создать советы по каждой домовой территории. Для чего? Для того, чтобы жильцы сами лучше любых комиссий знают, что им нужно сделать, в какие сроки и в какой очередности. Если нам это удастся создать, то есть хорошие примеры. Вот по Балахонова дворовая территория 2-3 года назад сделана в идеальном состоянии, и вот я приглашаю все-таки показать и хорошие примеры. Более 80 новых социально значимых объектов в республике обеспечат электроэнергией. В частности, компания Карачаева-Чикеска «Энерго» подключит к электричеству 15 спортивных сооружений. В их числе физкультурно-оздоровительные комплексы в Карачаевском, Урубском, Зеленчукском, Прикубанском, Хабевском, Абазинском и Узжигутинском районах. Здания средних школ в станице Зеленчукской и ауле Учки-Кен и детский сад в Узжигуте. Дома культуры в поселке Октябрьском, селах Садовой и Первомайска, а также врачебные амбулатории в ауле Иросакон, поселке Октябрьском и станице Преградной. И 58 новых сельскохозяйственных объектов во всех районах республики. В Прикубанском районе завершена реконструкция оросительной сети Ильичевская. Это позволит обеспечить высокую урожайность сельскохозяйственных культур на орошаемых землях. Более 100 сельхозтоваропроизводителей используют реконструированную сеть Ильичевская для орошения поселов кукурузы, пшеницы, ячменя и сахарной свеклы. Это способствует росту урожайности сельхозкультур, отметил руководитель управления Карачаево-Черкеск Миля Ватхоз Ильмар Хачиров. В результате чего мы сможем увеличить плодородность до двух, а то в некоторых частных случаях и трех раз. Это благоприятно сложится на протобезопасности нашего региона в первую очередь и страны, тем более в нынешних условиях, это момент очень важный. Но в сегодняшний день руководством страны, правительством страны, а также, я могу сказать, в частности за регион Карачаево-Черкесии, уделяется большое внимание. Я думаю, в дальнейшем это будет только увеличиваться, и мы будем давать больший результат. В МВД по Карачаево-Черкесии рассказали о снятии временных ограничений на транспортное сообщение в отношении отдельных иностранных государств. Информацию комментирует старший инспектор отдела миграционного контроля управления по вопросам миграции Артем Гороботенко. 90 суток у граждан есть момент принятия решения покинуть пределы Российской Федерации. Если они не укладываются в этот срок, то, соответственно, будут приняты меры административного воздействия, вплоть до выдворения за пределы Российской Федерации. Лето – щедрая пора овощей, фруктов, ягод и зелени. В это время года мы можем получить макро- и микроэлементы и витамины. Однако при несоблюдении элементарных норм гигиены, а также неправильном мытии ягод, овощей, фруктов и зелени, мы рискуем заразиться кишечными инфекциями и гельминтозами. Тему продолжит пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Карачаево-Черкесии Елена Покровская. В летний период актуальные вопросы качества пищевых продуктов и на первый план, конечно, становится безопасность пищевых продуктов. Именно поэтому мы всегда говорим о том, что в летний период нужно неукоснительно соблюдать правила личной гигиены. Это, в первую очередь, мытье рук, это мытье фруктов, это правильная работа с детьми, обучение детей основам гигиены. Очень актуально употреблять пищевые продукты гарантированного качества. С 15 по 22 июня по всей стране в том числе в Карачаево-Черкесии пройдет онлайн-акция «Свеча памяти». К ней можно будет присоединиться онлайн и зажечь свою виртуальную свечу памяти на сайте деньпамяти.рф. Участие в акции – это способ вспомнить тех, кто отдал жизни за благополучие будущего поколения. Благотворительный фонд памяти поколения, организатор мероприятия, выделит на оказание медицинской помощи ветеранам Великой Отечественной войны 1 рубль за каждую зажженную свечу. На сайте деньпамяти.рф также размещены несколько десятков видеоисторий ветеранов с воспоминаниями о войне и интерактивная карта, на которой можно посмотреть, в каком регионе сколько свечей зажгли. Свои двери распахнули четыре загородных лагеря «Адель», «Гранд Виктория», «Селена», «Жемчужина Кавказа» и 96 школьных лагерей с дневным пребыванием детей в 12 муниципальных образованиях республики. Всего в первом потоке в загородных лагерях в течение 14 дней отдохнут 520 детей, в школьных лагерях с дневным пребыванием в течение 21 дня – 6185. Всего в течение летнего сезона отдохнут около 12 тысяч детей. На базе коррекционной школы Черкеска впервые начал работу пришкольный лагерь для детей с ограниченными возможностями здоровья. Уже в этом году в лагере порядка 50 ребят будут отдыхать месяц в гостях у сказки. Именно такую тематику выбрали педагоги для нынешнего лета. Программа, которая называется «Непоседа в гостях у сказки», составлена с учетом особенностей детей. Преподаватели придумали целый спектр мероприятий в рамках сказочной тематики. Занятия будут проходить в формате развивающих игр, посредством чего ребят будут социализировать. Карачаево-Черкесское оригинальное отделение общероссийской общественной организации инвалидов Всероссийское общество глухих принимает участие в реализации проекта «Физкультурные клубы глухих» для граждан страны с нарушениями слуха всех возрастов. Проект предполагает создание и развитие физкультурно-спортивных клубов на базе 46 региональных отделений Всероссийского общества глухих. Создание спортивно-оздоровительного клуба на базе Карачаево-Черкесского регионального отделения общества глухих позволит возродить интерес к физической культуре и приобщению к ЗОЖ. Планируется приобрести спортивное оборудование, беговую дорожку, велотренажер, скамью для пресса, гантелей, мячи, гимнастические палки для скандинавской ходьбы, мини-ленты, ролики и многое другое. С 15 по 18 июня текущего года Ассоциация промыслов и ремесла Адыгеи в Черкесске проведет выставку изделий народных художных промыслов. Это яркое событие посвящено юбилейному году столетия образования Адыгеи, а также году культурного наследия народа в России. Зрители выставки получат возможность ознакомиться и приобрести уникальные изделия ручной работы, золотошвейные изделия и традиционные костюмы адыгов. Выставка способствует возрождению, сохранению и популяризации декоративно-прикладного искусства, народных художных ремесел, формированию единого культурного пространства на многонациональной территории братских республик, основанного на общем межкультурном взаимодействии. Ассоциация промыслов и ремесла Адыгеи представит работы именитых мастеров народных художественных ремесел Адыгеи. 9 июня в Черкесске состоится благотворительный марафон в поддержку детей с онкологическими заболеваниями и забега ради жизни. Мероприятие пройдет по проспекту Ленина от пересечения с улицы Первомайской до Умара-Алиева. Для желающих оказать финансовую помощь есть возможность приобрести билеты добра стоимостью 150 рублей. Все собранные средства будут переданы семьям детей, нуждающимся в сложном лечении. Фестиваль воздушных шаров, который посетят более 100 тысяч зрителей, планируется провести в Карачаево-Чикесе в рамках празднования столетия региона. Об этом и других мероприятиях, которые пройдут в этом году, рассказал министр туризма и курорта в Республике Расул Тикеев. Мы основной упор делаем на событийный туризм, проведение мероприятий, посвященных столетию. Мы планируем проведение таких мероприятий, как фестиваль воздушных шаров на территории региона, место, время на сегодняшний день в проработке. Также планируем большой фестиваль северокавказской кухни под наименованием «Кунак», где будут представлены все кухни народов Кавказа, будет проведено гастрономическое шоу и ряд других мероприятий. Вот буквально мы, кстати, недавно, обращаясь к радиослушателям, прошу всех принять участие в конкурсе граффити. По дороге на курорты, в частности Архыз, есть у нас опорные стены, так называемые, где будут нанесены лучшие отобранные рисунки мастерами граффити, что, конечно, придаст такие приятные впечатления нахождения на территории. Ну и последняя информация. Спортсмен из Карачаева Чикеси стал победителем первенства России по тэквондо среди юношей 12-14 лет. На проходящем в эти дни в Калининграде первенстве России по тэквондо призером стал воспитанник спортивной школы номер 5 Черкеска Малик Хунов. На пути к золоту Малик провел пять поединков и во всех одержал победу. Стоит отметить выдержку и стойкость нашего спортсмена в поединке за выход в финал, где он при равном счете до золотого балла выиграл у победителя первенства Европы и России Курбана Магомеда Магомедова. Радио России. Карачаева-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков республики, сегодня по Карачаево-Черкесии переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. В отдельных районах сильный дождь, гроза, сочетание с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 25 метров в секунду. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха до 27 градусов тепла. В горах местами плюс 13-18, а в южных районах республики местами высокая пожароопасность четвертого класса. В республиканской столице кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Столбик термометра поднимется до 27 градусов выше нуля. Таковы некоторые события республики. Информационный выпуск провела Рита Нерова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова